МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Снежная проблема достигла апокалипсиса. Природа продолжает испытывать терпение горожан и проверять городские власти на готовность к чрезвычайным ситуациям. Расскажем об этом и других событиях дня. С вами Алексей Фишев. Здравствуйте. И вот на чем еще остановится Восточный экспресс. А вы заметили снегопад? А в мэрии, похоже, заметили не все. Что думают чиновники о наших с вами проблемах? Расскажет Светлана Семеренко. Сюда пока нельзя. Открытие нового перинатального центра вновь переносится. Почему, выясняла Евгения Жировова. 11-я премия за лучшую рекламу и пиар. Кто же оказался самым чистым и прозрачным, как Рустали выясняла, и не нанимая вам. Снег окончательно сковал Улан-Удэ. Но чиновники, похоже, не хотят этого признавать. На очередной планерке в мэрии дали положительную оценку работе городских служб по очистке улиц. О самокритике речи и не шло. Светлана Семеренко расскажет подробнее. Словно и не было снегопада. В отчетах чиновников ни про транспортный коллапс, ни про долгие ожидания автобусов, ни слова. И лишь глава советского района вскользь упомянул. Проблему с перевозками решаем. По вывозу пассажиров вопросов нет. В конце дня были, конечно, в определенных местах скопления пассажиров. Но в целом задачи были выполнены по вывозу пассажиров после работы. Будете дополнительный транспорт на улицу отправлять? Он не то, что дополнительный. Мы максимально стараемся. Тот транспорт, который существует, у нас еще вышел. Но, похоже, пока получается плохо. Накануне вечером горожане часами стояли на остановках. Некоторые отчаялись и остались ночевать на работе. Два часа от республиканской до конечной ЛВРЗ на трамвае ехал. Будь проклят этот снег. Маршрутки и автобусы битком. Как всегда, жители города сами по себе, а чиновники завтра на планерке будут отчитываться, что все хорошо. Кто-нибудь из мэрии, пожалуйста, заложите в бюджете денег на уборку снега. Как бы это фантастически не звучало, но снег выпадает каждый год в начале зимы. Может быть, сегодня будет лучше? По информации чиновников, прошлой ночью посыпали все центральные улицы Улан-Удэ. Всего в течение суток на ликвидацию последствий будут задействованы более 100 единиц техники. В администрации признали, не хватает даже инвентаря, не то что техники, но... Я думаю, что справляемся, но я думаю, в любом случае удовлетворительно можно поставить. Вот только совсем другую оценку работе чиновников ставят сами горожане. В Иркутске в шесть раз больше людей и техники работают на дорогах. Мэра намыла хурал на улицу с метлами и лопатами. Как камеры ставят зеркала на перекрестках и никому не нужные мусорные баки, так у них деньги есть. А на технику для города денег нет. Просто оказались не готовы к зиме. И что делать? Ответ очевиден. Расширять парк спецтехники. И вопрос не только в количестве, но и в качестве. К примеру, комбинированный комплекс на базе КамАЗа. Его используют по всей России, в том числе и в Иркутске. Особенность три в одном. Ковш, щетка и пескоразбрасыватель. Использовать можно и летом, как водовозку. Есть цистерна. Цена около трех миллионов. Или же снегоуборочная насадка на любую тяжелую технику. В данном случае на трактор. Здесь цена и того меньше. 500 тысяч рублей. Суммы для городского бюджета не заоблачные. Но чиновники уверяют, денег нет. Так ли это? На благоустройство и уборку территории в бюджете заложено 378 миллионов рублей. А, к примеру, на содержание всех городских чиновников полмиллиарда. Половина суммы уходит на их зарплаты. К примеру, на зарплату мэра и его двух замов можно купить пять таких КАМАЗов. Но есть еще один финансовый источник. Штрафы ГИБДД. За счет камер видеофиксации с водителей в этом году собрали почти полмиллиарда рублей. Логично в первую очередь потратить их на улучшение дорожных условий. Ну а каковы планы мэрии? И что? Главное, когда планируют приобрести. Сколько потратить и где возьмут деньги? Снегоуборочную и универсальную технику для предприятий городского хозяйства планируют приобрести в лизинг. Комбинат по благоустройству получит шесть новых машин. В их числе погрузчики «Бобкэт», трактор «Щетка» и новый грейдер. Правда, пока в единственном экземпляре. У нас четыре грейдера будет, пятый грейдер, хотя у нас два уже, так скажем, списывать пора. Но мы еще работаем на них, наверное, еще будем работать, пока не обновим дальше. Нам давно таких средств не выделялось и таких решений не принялось. Но вот Сбербанк нам пошел на встречу и достаточно хорошие условия предложил. Поэтому, значит, у нас вот в этом плане, надеюсь, будет хорошая подвижка. В целом город увеличит свои долговые обязательства на 30 миллионов рублей. Столько потребуется на закупку снегоуборочной техники. Но это произойдет только в следующем году. Ну а что остается делать горожанам, когда власть не справляется со своими прямыми обязанностями? Брать в руки лопаты. Мы не устали. В Сибири раз люди устают. Это же за счастье столько снега выпало. Много уже убрали? Ну, конечно, мы оттуда идем. Мы работаем здесь. У нас совести есть. Поэтому мы сами никого привлекаем убраться с сухой территории. И бухгалтера, здесь и инженеры, и директора, все. Все моряки. Первый мусор с четырех. Долго еще будете работать? Вы последний команд загружаем. Да, мы сидели, встречали на паре. Необходимо парня. И вы сразу, да, я-я-я. Да, мы сразу сорвались. Это программа «Восточный экспресс». Смотрите далее. Не достучаться, так дозвониться. Призвать к ответу должностных лиц задачи дежурного по городу. О результатах работы в итогах недели. Что будет, если объединятся жители и журналисты, расскажет Евгения Геранина. Как снег на голову, десант высокопоставленных гостей сегодня прибыл в Улан-Удэ. Представители сибирских оборонных заводов и институтов обсудили развитие военно-промышленного комплекса Сибири. Основные направления развития – цифровизация и конверсия. С места события. Сергей Соболов. Улан-Удэ на один день стал научным центром всего военно-промышленного комплекса страны. Бурятия может стать пилотным регионом своего рода силиконовой долины по развитию подвижной радиотелефонной связи и широкополосного интернета отечественного производства. Двойного назначения гражданского и военного. Это совмещение идет непросто. Так представитель института полупроводниковых приборов рассказал, что микросхемы военного предназначения слишком дороги для производства мирной продукции. К примеру, есть суперконденсатор, заменяющий десятки обычных аккумуляторов. А вот дела с его внедрением далеко не супер. Например, вот если мы говорим просто о тепловозе, вместо того, чтобы таскать с собой 20 аккумуляторов, он таскает один аккумулятор, один суперконденсатор и все. Но вся индустрия нацелена на то, что этих аккумуляторов должно быть 20 и все умеют с ними работать. А вот внедрять, ну, ломать налаженную систему трудно. А вот главу Бурятия заинтересовало, можно ли применить этот конденсатор для солнечно-дизельных электростанций. В светлое время суток солнечные батареи работают, ну, и ночную потребность закрывают, соответственно, дизельные генераторы. Но если использовать комбинированные источники накопления энергии, аккумулятор и суперконденсатор, то можно в светлый период времени накапливать энергию и в этих суперконденсаторах, соответственно, их постепенно отдавать в темный период времени, ну, или в непогоду, грубо говоря. Так можно было бы сэкономить на дизельном топливе и снизить себестоимость электроэнергии на таких станциях. Но необходимо рассчитать, не окажется ли этот накопитель слишком дорогим. Если это возможно, и это по ценовой политике этот же конденсатор позволит, да, то есть надо будет еще посчитать, то это, конечно, хороший выход. Государственный оборонный заказ на три года будет утвержден в декабре. Получит ли заказ наши предприятия, авиазавод и приборостроительное объединение? Ответ утвердительный, но с оговорками. Работа будет 100%, загрузка будет 100%, вы даже не сомневайтесь. И у того, и у другого завода. А о деталях это уже наша такая текущая профессиональная деятельность. Внутреннее. Ну, внутреннее. Не на 100% мощности, а на 100%, что загрузка будет. По словам Олега Бочкарева, уландонский авиазавод вполне может претендовать на получение гражданского заказа от «Газпрома». Недавно газовый концерн объявил о заказе 10 вертолетов. Сергей Соголов, Герман Галсанов, Жаргал Гамбажапов, телекомпания «Аригус». Не мешало бы полпреду президента обратить внимание на ситуацию здравоохранения. Новый перинатальный центр все никак не может дождаться первых пациентов. Открытие вновь переносится. Мало того, за отставание от графика Бурятии грозят санкциями. По какой причине опять не укладываемся в сроки, выясняла Евгения Жировова. Строительство перинатального началось в 2015-м. Открытие намечалось через год. Но, увы, сначала помешали санкции. Импортное оборудование пришлось менять на отечественное. Много времени ушло на переделывание документации. А сегодня возникла новая проблема. В данный момент мы находимся на техническом шестом этаже. Здесь вы видите все вентиляционное оборудование, которое будет подавать воздух и забирать его со всех остальных этажей. Но все установленное здесь ранее придется демонтировать. Строительные работы выполнены на 90%. Оставались лишь косметические. Но выяснилось, если вентиляцию не поменять, в палатах будет шумно. По условиям контракта мы все выполнили. Сейчас в связи с тем, что у нас заказчик поменял проект по вентиляции, мы в соответствии с этим проектом сейчас делаем изменения. На демонтаж ушло целых два месяца. Из-за изменений в системе вентиляции пришлось менять даже трансформатор. Увеличивать энергетическую мощность. Прямо заявить, что ошибся проектировщик, наверное, такого быть не может. Когда поменялась проектная организация, которая затягивала очень сильно сроки именно прохождения корректировки по экспертизе, и вот здесь стали возникать вот такие у нас своеобразные проблемы. Правда, накануне в Москве прозвучала совсем другая информация. Алексей Цыденов рассказал федеральным журналистам, что сдвиг сроков – вина проектировщика. Заказчик Ростех принял тяжелое, но вынужденное решение о том, что надо тормозить стройку и начинать все переделывать. Здоровье детей дороже. Все эти переделки отнимут не только время, но и деньги. Строительство подорожает на 200 миллионов рублей. Эти издержки заказчик берет на себя. И как стало известно сейчас, почти такую же сумму перинатальный может вообще потерять из-за отставания от графика. Поскольку деньги не освоены в срок, федеральный ФОМС грозит отозвать их обратно. Изначально срок был до декабря этого года. Однако, по последней информации, его вновь переносят. Теперь уже на февраль 2018-го. Евгения Жировова, Виктор Горновской, телекомпания «Оригус». Как снежный ком продолжают накапливаться и другие городские проблемы. С ними, как и со снегом, то ли не справляются, то ли вообще не занимаются. К такому выводу пришла Антонина Болотова. Она на этой неделе дежурила по городу. Страшно выходить на улицу. Бродячие собаки едва не растерзали 4-летнюю девочку. Это ладно, блин, так обошлись, если бы еще хуже было. Приемка дороги закончилась скандалом. В поселке Сотниково не могут дождаться маршрута. Почему не выходите? Люди стоят, а вы не выходите. Каждый день с риском для жизни. Почему опасность караулит прямо возле дома? Сорвалась рука, и я пахнула все вместе с дверью. Недоступный общественный транспорт. Инвалиды-колясочники не могут передвигаться по городу. Уже полчаса стою, не могу уехать отсюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Помогут в передвижении и жильцам дома по улице Клыпина. Несмотря на отсутствие денег, о чем громко кричали в управляющей компании, проблема все же оказалась решаема. Мы переговорили с управляющей организацией. Управляющая организация за 2017 год текущий ремонт весь сделала. Сейчас рассматривают этот вопрос, чтобы сделать текущий ремонт, в частности перила, в январе 2018 года. То есть уже за счет сметы 2018 года. Обязали привезти в порядок и другую лестницу в 18-м квартале. Такое требование предъявила октябрьская администрация «Жоусофист». В ближайшее время ступеньки обещают стать безопаснее. Как и стихийная, но очень нужная остановка на третьем километре спиртзаводской трассы. Мы регулярно с комитетом по строительству отрабатываем. В том числе там, где основной ночные карманы не соответствуют, либо отсутствуют. Поэтому и спиртзавод тоже в 2018 году будем рассматривать. Будем на комиссии по безопасности рассматривать возможность строительства основной карманы. Если на спиртзаводской трассе надежда на безопасность появилась, то с бродячими собаками рассчитывать на нее пока не приходится. Жертва такого нападения, четырехлетняя Лиза, сейчас дома. Ждет обследования глаз. А мама готовит заявление в суд на комитет городского хозяйства. Тем временем там продолжают жаловаться на отсутствие денег. Мы смотрим, мы учимся, мы отрабатываем. Но сколько бы мы ни учились, какие бы мы умные ни были, если не дофинансировали, ведь бесплатно это же никто не будет делать, да? Нам дополнительно нужно как минимум 6 миллионов. По году 18 миллионов необходимо. Я вот поэтому и говорю, что недостаточно. То есть своей вины чиновники не видят? Ну, к примеру, в случае с Лизой сомневаются, уверяют, что собаки были с ошейниками. Но саму проблему, конечно, не отрицают. Да и тяжело, наверное, от нее открещиваться. Как решение, на следующий год попросили еще больше денег. А вот другие чиновники, к счастью для жителей Сотникова, между собой разобрались. На этот третий по счету раз специальная комиссия по приемке дороги добро все-таки дала. После сюжета, который показали в новостях, ну, на завтра сразу меня вызвали и, в принципе, подписали. Дорогу приняли. Хотя можно было без скандала нормально все это сделать. На следующей неделе мы соберем представителей района. Это и представители ИТОСов, и глава поселения, и общественники. Совместно с ними мы определим, какой лучше маршрут продлить. Это будет либо 129-й, либо 177-й. После этого мы собираем межведомственную комиссию. И там уже вынесем положительное решение. Думаю, что уже в течение этого месяца жители смогут пользоваться продленным маршрутом. Как мы видим, нерешаемых проблем нет. Главное – обратить на них внимание. Внимание властей подчеркну. И это далеко не все результаты работы дежурного по городу. Очень многое остается за кадром. Мы обязательно проследим за предновогодними обещаниями чиновников и расскажем о результатах. Вместе мы – сила. Вместе мы – сила. Вместе мы – сила. И это подтверждает еще одна победа горожан в борьбе за свои права. Ее сегодня празднуют жители Левобережья. Годы противостояния с чиновниками и нелепыми законами увенчались успехом. Они начали получать первые свидетельства о праве собственности на землю. И решили поделиться своей радостью с нами. Интрига, интрига. Без вашей поддержки, чтобы, конечно, этого не добились. Спасибо, что ваша позиция всегда объективна и независима. Спасибо, что вы с нами 25 лет. Годы хождения по инстанциям, десятки видеосюжетов в Восточном экспрессе – и вот он результат. Больше 120 жителей Левобережья – больше не самовольщики. Их земельные участки начали ставить на кадастровый учет. Век смогли преодолеть все круги бюрократического ада. Теперь они полноправные хозяева своей земли. Конечно, было это сложно. Несколько этапов нужно пройти. Как бы всего сейчас не расскажешь. Но самое главное – вот результат. Результат мы держим в руках. Мой дедушка построил этот дом еще в 60-х годах. И вот только сейчас мы получили право собственности на землю. Конечно, эмоции переполняют. И хотелось бы сказать большое спасибо всем, кто нам помогал. И Оригусу, всей телекомпании. Люди получают свои земельные участки. То есть становятся полноправными хозяевами. И мы очень рады, что у нас все-таки получилось. Наконец-то родители смогут передать своим детям, внукам, подарить жилье. Земля оформляется на правах личных подсобных хозяйств. Напомню, поправки в закон о бесплатном предоставлении земельных участков внесли в этом году. Евгения Геранина, Батархалматов, телекомпания Оригус. Самые лучшие в рекламе и пиар. В Улан-Удэ подвели итоги премии «Хрустальный валенок». Уже одиннадцатый год подряд в номинации участвует пресс-служба, представители СМИ и бизнеса. Кому в этот раз удалось получить престижную награду, расскажет Инна Нанимаева. «Хрустальный валенок» «Хрустальный валенок» как премии появился в 2007 году. Его придумали студенты технологического университета. Изначально это был приз за самую худшую рекламу, но позже награда стала популярной и увеличилась до шести номинаций. Победителем конкурса «Открытый политик» 2017 года становится Кушнарев Анатолий Григорьевич. Каково быть самым открытым депутатом в Бурятии? Когда мне представители СМИ обращаются, я их прекрасно понимаю, потому что, в общем-то, я еще и тележурналист с 1994 года. И знаю, понимаю эту работу, ну, может быть, лучше, чем другие. Как настроение? Отлично. Можно со второго раза подходит. Что нужно делать, чтобы получить валенок? Просто трудиться, как мы, круглосуточно, 365 дней в году, 24 часа в сутки. И тогда, думаю, что валенок будет нашим. ТГК постоянно критикует. Вот как вам удалось вырвать этот валенок? Оценивали репректора и журналисты, да, это очень почетно. Оценивали по 15 критериям. Я не знаю, какие критерии, но вален говорит сам за себя. Мы знаем, что в этом году у вас появилась новая номинация. Расскажите о ней. Да, действительно, у нас новая номинация. Это лучшее мобильное приложение в сфере бизнеса. Это мобильное приложение мы ввели по той простой причине, потому что сейчас все сидят в своих гаджетах, телефонах. Мы просто не можем игнорировать эту тему. Пришло время узнать, какая телекомпания стала лучшей в этом году. 4% набрала телекомпания «Мир Бурятии». 6% набрал «БГТРК». 7% набрала телекомпания «АТВ». 12% набрал «ТВКОМ». 15% набрала телекомпания «СТС Байкал». Ну и 56% набрала телерадиокомпания «Оригус». Аплодисменты, друзья. Лучшая телекомпания «Гола Алимус». Абсолютно уверена за качественный контент, за ту работу, в которую мы вкладываем душу, все свои силы, все свои эмоции, для того, чтобы заслужить уважение и любовь наших жителей. Новое сукно, большие столы и маленькие лузы. Сегодня в Улан-Удэ стартовал ежегодный турнир по русскому бильярду «Ковбой-2017». Проводится он уже в 12-й раз и неизменно собирает участников со всей России. Свои силы в чемпионате попробуют не только профессионалы, но и любители. На этот раз конкуренцию игрокам составили несколько кандидатов и три мастера спорта. Количество участников всегда оптимальное. Оно идет по сетке пирамиды бильярдной 64. Конечно, желающих намного больше, но они, понимая то, что здесь не так легко вообще куда-то там выйти дальше по турниру таблицы, многие говорят, ну мы не будем участвовать. В верхней сетке находятся только те, кто выигрывает, а в нижнюю, те, кто один раз проигрывает, уходят в нижнюю сетку. Бильярдисты называют это подвалом. Иначе в этом подвале, в этой нижней сетке можно тоже добраться до финала, но надо всех выиграть. Дается, да, два шанса. Опыт и тренировка, да, и эмоциональный уровень, ну это примерно все, оно здесь в совокупности связано. Без этого, допустим, даже без чего-то одного тяжело, допустим, будет выигрывать, либо стабильно выигрывать. Надо над собой работать в разных направлениях. Чемпионат подлится три дня, самые зрелищные поединки пройдут в воскресенье. Участники сразятся не только за звание лучшего, но и за солидный денежный приз. В этот раз на кону 400 тысяч рублей. Победитель получит 100 тысяч. Остальную сумму распределяется второго по 16-е место. Такова информационная картина минувшего дня. С ее событиями вы также можете познакомиться на нашем сайте arigus.tv. Далее вас ждет полезная рубрика «Сфера интересов». Я же прощаюсь с вами. До встречи в эфире. Нужны большие скидки? Они уже здесь, в торговом центре «Мегатехника» и дисконт-центрах «СТ Техник». Все просто. Выбирайте нужную технику, вытягивайте скидку и экономьте солидную сумму. Только в эти выходные вы можете хорошо уменьшить стоимость нужной покупки. Скидка на технику до 15 тысяч рублей действует до 10 декабря. Кстати, если сумма покупки будет равна скидке, значит, вы заберете ее бесплатно. Что это будет, решать вам. Например, перед Новым годом выгодно купить новый телевизор. В «Мегатехнике» большие и маленькие, ультра-тонкие с изогнутым экраном, с доступом в интернет, игровыми приложениями и последними достижениями в качестве картинки. Не меньше здесь выбор телефонов и смартфонов. Более 40 производителей, около полутора тысяч моделей. Игроманов же порадует большой выбор игровых компьютеров с мощными процессорами и современными видеокартами. Очень здорово, что в «Мегатуме» проводятся скидки и акции постоянно. Люди выигрывают, счастливы. Очень хороший ассортимент, большой выбор. Скидки тоже хорошие бывают, акции. Торопитесь. Покупки с выгодой до 15 тысяч рублей можно совершить в «Мегатехнике» и «Эсттехник» до 10 декабря. Чувствуете, Новый год близко, а значит пора позаботиться о лучших подарках и ярком празднике для детей. В Юнилэнде все, чтобы этот Новый год запомнился надолго. Покупатели подтверждают. Все, в принципе, нравится мне постоянный клиент этого магазина. Цены достаточно. По карману не бьют. Здесь все есть. К Новому году ребенка можно подготовить. Цены низкие. Во-первых, огромный выбор карнавальных костюмов. С ним на перевоплощение в любимых персонажей станет ярким и запоминающимся. В Новый год ваш ребенок может стать прекрасной волшебницей Эльзы или черепашкой-ниндзя, суперменом или снегурочкой. Здесь более ста вариантов. Выбирайте, что больше по душе. Рядом сотни идей для подарков. Конструкторы и настольные игры, игровые наборы, пупсы, куклы и косметика, роботы и машинки, развивающие игрушки. А Юнилэнд сделает подарок вам. Совершайте покупки в Юнилэнде и получите шанс выиграть iPhone 8. Подарите ребенку праздник и выигрывайте вместе супермархетом детских товаров Юнилэнд. Редактор субтитров А.Семкин